здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты 3 января я сеяла бегонию ампельную и бегонию клубнивую пришло время посмотреть всхожесть семян сегодня 30 января то есть прошло 27 дней по заявлению производителя нужно ждать сходов не менее трех недель но вот как бы я не взглядывалась как бы я не разглядывала свои посадки и с увеличением и без него и в очках и и без очков в общем я практически всходов не вижу то есть семена которые пролежали но тут что-то есть такое подозрительное конечно я еще немножечко подожду вот такие вот да это всход ребята это всход появился вот такой клубенек и на нем маленькие листики то есть всходит она во-первых неравномерно во вторых эти всходы очень очень трудно рассмотреть первый месяц просто ухаживаем и терпеливо ждем в прошлом сезоне я выращивала не в прошлом позапрошлом бегонию из семян схожесть была плохонькая но была и у меня как бы кое-какой опыт по выращиванию есть я вам покажу что у меня было в прошлых сезонах потому что если у вас проросли семена дальше за ними требуется уход то есть их надо рассаживать в отдельной плошечке да видно видно вот они прорастают попробую еще увеличить то есть совершенно микроскопически это вот так выглядит песок и вот так выглядит семечко но листочки там появились семена я брала уже не первой свежести я рассказывала то есть это те семена которые у меня оставались но вижу еще раз точек так похоже что-то все таки у меня в этом сезоне тоже появится совершенно микроскопически вот я их каждый день через день достаю открываю включаю камеру на самое фотокамеру на самую крупную на самое большое увеличение и сижу их и разглядываю конечно глаза уже не те что в молодости но сейчас вот на телефоне если сильно увеличить то очень удобно пользоваться для пассива для всходов в общем увеличительное стекло которое всегда под рукой причем меня на на телефоне десятикратное увеличение это очень удобно так тут нет это похоже грунт по зеленью но скажу вам честно что совсем совсем не густо так тут тоже что-то вроде бы вроде бы что-то причем появляются они листочки как вот обычно мы привыкли что посеялись семена и появляются листочки сначала образовывается вот такой маленький клубенек вот еще раз точек ну немного сначала появляется клубенек а потом уже вот микроскопический клубенек а потом уже из него никак не пристроюсь и бы поймать вам чтобы показать хорошо здесь песок позеленел но обратите внимание плесени нет потому что песок и проливала я это все питоспорином сама по себе зелень она не не представляет угрозы для растения вот плесень для маленьких в общем вот такой вот пока микроскопический результат но тем не менее кое-что у меня наверное все таки получится проветриваю я плошки каждый день ну стараюсь во всяком случае иногда через день периодически я их подбрызгиваю из поливизатора стоят они у меня на круглосуточной подсветке днем температура доходит до 30 градусов ночью там все лампы выключаются кроме той которая вот светит на семена где-то градусов 25 но ниже 25 практически на стеллаже не бывает я конечно понимаю что семена у меня не свежие пачки были вскрыты еще в позапрошлом году поэтому здесь как бы и расстраиваться особо нечего но думаю раз уж семена у вас остались надо посеять попробовать или пан или пропал ну вот сама технология посева я надеюсь вам было понятно а то что делать с ними дальше я вам предложу посмотреть из своих прошлогодних опытов у меня был небольшой опыт по выращиванию я с вами им поделюсь то есть эти сейчас малышей когда они дадут листочки их надо будет потихоньку отсаживать уже в отдельные стаканчики ну или в один стаканчик по несколько штук но зато бегонии которые у меня из черенков которые я сохранила вот они у меня замечательны здесь сохраняла я в основном эллотиорки я показывала при посеве вот они у меня были на черенкова на сейчас их уже пора пересаживать и можно брать с них уже отдельные новые черенки конечно выжили не все здесь в основном эллотиорки клубни я выкопала и вот эллотиорки сейчас я пересажу в литровые стаканы подстрелю макушки подрежу они будут пушиться и макушки пущу снова на черенки эллотиорки клубень не образуют поэтому их нужно сохранять только вегетативно и размножать несколько маточников у меня стоят на подоконнике они практически лысые потому что я их обрезала вот эти черенки снимала а черенки укоренились и вот сейчас уже чувствует себя вполне нормально но надеюсь что эти что-то из этого еще прорастет в конце февраля можно будет сделать второй посев бегонии вечноцветущий она развивается быстрее всходит она дружнее но смотря как прорастут семена тоже посеяла в прошлом в тот раз я сеяла по две семечки вот этой бегонии вечноцветущий она взошла дружно и у меня получилось очень очень много растений мне пришлось часть реализовать но надо сказать что вот северных регионах как-то не очень так ее берут потому что для открытого грунта бегония вечноцветущая она не очень подходит а вот в для балконных ящиков и для выращивания на подоконнике прекрасно она себя показывает просто у нас бывают ночные температуры достаточно низкие в грунте она развивается не так хорошо как в южных регионах ну а вечноцветущие это на любителя если у вас нет дачи а у вас есть только лоджия или подоконник то вечноцветущая будет радовать вас круглый год вы ее периодически подстригаете удобряете она выпускает новые веточки и цветет круглый год белотерки тоже способны цвести достаточно долго а вот бегонии клубнивые они цветут сезонно то есть они цветут летом потом образа образовывает луковицу и само растение отмирает уходит на покой весной луковицу высаживаем снова и получаем новое молодое цветущее растение но бегонии клубнивые они как правило крупноцветковые есть экземпляры махровые есть крупные есть ампельные есть очень много красивых расцветок поэтому если все таки вы решились попробовать пока не опускайте руки кто сеял со мной я еще вернусь к этим посевом ну вот вечно цветущую наверное в этом сезоне я приторможу не знаю может быть несколько семян посею потому что у меня все стеллажи заняты бугенвилиями и гортензиями то есть бегонии мне просто в этом году расставлять некуда вот с этих сейчас возьму черенки получится еще такая же коробка и для этих нужно дать место тут выбираем уже сами скоро огурцы помидоры сеять перцы сеять место на стеллажах занимать пока проблематично ну в принципе пока на сегодня это все с вами была елена и канал женские секреты обязательно напишу сколько взошло семян если будет что-то то я еще дополню свой рассказ ну а те если у вас зашли и вы не знаете что с ними делать посмотрите я обязательно поделюсь с вами ссылкой на предыдущие мои опыты по выращиванию то есть как за ней дальше ухаживать вы можете посмотреть всем удачных сходов красивых цветов и жду вас снова на своем канале а а а а а а а Продолжение следует...